Транспортная проблема Сегодня мы узнаем, что ждет жителей города, по каким проездным теперь можно будет ездить на общественном транспорте и как изменится общественный транспорт Москвы, став более привлекательным, а значит более комфортным. Безусловно, общественный транспорт – это приоритет развития города Москвы. Основные усилия мэра, правительства Москвы направлены именно на приоритетное развитие общественного транспорта. Как вы знаете, у нас несколько есть основных программ в этой области. Это развитие метрополитена, 466 километров новых линий. Всего линий будет в московском метро к 2020 году. Из них 161 километр новые линии – это 53% увеличения существующей инфраструктуры. 263 станции всего будут к 2020 году. Это 78 новых станций и 42% всего. Это примерно 1 триллиона 100 миллиардов рублей, связанных с вложениями в инфраструктуру московского метрополитена. Это дополнительно 70% новых вагонов метро. Это примерно 3,5 тысячи новых комфортабельных вагонов для московского метрополитена. И мы по итогам 2020 года получим 93% жителей Москвы, которые будут обеспечены в шаговой доступности системой городского метро. Пригородные железнодорожные поезда, электрички. Вы знаете, мы приняли совместную программу с правительством Московской области, российскими железными дорогами, которую поддержало и правительство Российской Федерации о развитии пригородных железнодорожной инфраструктуры. Будет построено 226 километров дополнительных главных путей, что позволит стать пригородным железнодорожным сообщением, дополнительной альтернативой метрополитену. И на основных участках, наиболее загруженных в час пик, пригородные железнодорожные поезда будут ходить с интервалом от 1 до 3 минут. Соответственно, мы планируем, что будет увеличено примерно на 30% объём пассажирских перевозок. Это примерно 900 миллионов пассажиров, начиная уже где-то с 2015-2016 года. Огромный объём инвестиций, 261 миллиард, вкладывается в эту инфраструктуру, в которых 111 миллиардов – это инвестиции перевозчиков, новый подвижной состав и обустройства, связанные с обслуживанием пассажиров. И бюджет Москвы вкладывает в эту федеральную инфраструктуру 47,5 миллиардов рублей. Наземный транспорт. У нас по факту уже 2012 года 60% новых автобусов у нашего городского перевозчика «Мосгортранс». Мы в этом году купим ещё 67 новых трамваев по программе софинансирования с федеральным правительством. И также вы знаете, что у нас прошёл конкурс на новые 120 трамваев нового поколения, полностью низкопольных. Выиграл этот конкурс дочернее предприятие Уралвагонзавода. Поставка трамваев уже начинается в 2014 году. Определены линии, на которые трамвай этот будет работать. Ну и, безусловно, все эти вещи, вся эта инфраструктура, все эти большие инвестиции, они должны быть эффективно взаимоувязаны через новое билетное меню, которое я представлю дальше. Соответственно, каждый из пассажиров должен найти новый билет, удобный для себя, позволяющий ему в том числе экономить деньги, связанные с проездом в общественном транспорте. Безусловно, при создании нового билетного меню мы анализировали потребности и пожелания пассажиров. Для этого были проведены масса опросов. В общей сложности было опрошено около 40 тысяч жителей Москвы и Московской области, в том числе и гостей столицы. Опрос проводился в 50 точек у метро, у остановок общественного транспорта, платформ электропоездов, и просто на улице, где были опрошены совершенно разные социальные группы и возрастные группы населения. Соответственно, на основании их предпочтений и строилось то билетное меню, которое я вам в ближайшее время расскажу. Ну и ещё мы пошли по пути тестирования нового тарифного меню, когда в фокус-группе, которой около 6 тысяч человек, мы показали данное тарифное меню достаточно глубоко, около 45 минут, соответственно, длилась эта сессия, индивидуально с каждым из опрошенных. И этим людям предлагалось уже это тарифное меню с пояснениями о его способах действия, тарифах, системе оплаты, и, соответственно, задавался вопрос о его предпочтениях. Так вот, 57% из опрошенных, они крайне положительно отнеслись к данному тарифному меню, и 34% отнеслись нейтрально, то есть, скорее всего, положительно, как мы считаем. Соответственно, общая поддержка людей, она достаточно высокая, больше 80% людей, относящихся положительно к тем тарифным предложениям и билетной системе, которую мы вам покажем. Новое билетное меню позволит убрать ряд исторических узких мест, скажем, сдерживающих развитие общественного транспорта. Что это такое? Это отклонение от расписания движения, очереди в кассу на посадку, ну и, безусловно, риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. В связи с чем мы предложили ряд решений, направленных на расшивку этих узких мест. В первую очередь, билеты более чем на 5 поездок станут дешевле, безусловно, цена тогда совокупной одной поездки, она станет меньше. Срок действия билетов на 5 и более поездок увеличено будет 45 дней на сегодняшний день, до 90 дней. И кассиры и водители больше не работают с мелочью, мы на основную часть билетов сделали их кратно 10. Появятся новые виды удобных билетов, что, еще раз повторюсь, расскажу прямо скоро. И перевод одноразовых билетов будет со временем сделан на электронный носитель. Что результаты, которые мы ожидаем при всем при этом? Это время обслуживания пассажиров сократится, наземный транспорт работать будет более качественно, водитель общественного транспорта, в первую очередь наземного транспорта, он будет больше сконцентрирован на основной своей задаче безопасное вождение на улицах города. И, безусловно, снизится стоимость проезда при использовании нескольких видов транспорта относительно того тарифного меню, которое действует сегодня. То есть у тех людей, которые пользуются несколькими видами транспорта, мы создали отдельные условия, отдельные предложения тарифные, позволяющие им сэкономить при поездках на нескольких видах городского транспорта в городе. Отдельно хочу сказать, что для льготных категорий граждан никакие изменения не предусматриваются. То есть все те льготные категории граждан, которые имеют специальные льготы, предусмотренные федеральным законом, либо законами города Москвы, для них никаких изменений не предусмотрено. То есть по-прежнему они пользуются общественным транспортом бесплатно в рамках уже привычной для них схемы работы. Это социальная карта, выданная правительством Москвы, либо правительством Московской области. Ну и, что называется, наконец, про новые виды билетов, которые будут у нас с февраля и с апреля. Значит, коротко, с февраля месяца этого года единый так называемый билет на метро действует на все виды транспорта. Что это значит? Что те тарифы, которые есть на московском метрополитене, теперь с этим билетом, с этими тарифами можно проехать на любом виде наземного транспорта, то есть городского транспорта. То есть теперь этот билет можно использовать при поездках на любых других видах транспорта. Соответственно, у тех людей, у которых по каким-то причинам случается разовая поездка на каком-то другом видом транспорта, они могут воспользоваться существующим своим билетом на метро. И с апреля 2013 года вводится еще один новый билет 90 минут, в котором предусмотрена одна поездка на метро и неограниченное количество поездок в течение 90 минут с времени валидации этого билета на любых других видах наземного городского транспорта. Ну и наш совсем такой новый билет – это так называемый электронный кошелек, самый современный носитель, который реализован уже во многих европейских городах, американских городах, который станет таким прообразом единого билета для всех видов транспорта в перспективе и железной дороги Аэр-экспресс. Через него можно будет оплатить и парковку, и другие транспортные услуги города Москвы. Об этом чуть подробнее я расскажу. Вот как раз электронный кошелек. Мы его называем «Одно решение много возможностей». Он позволяет записывать на данный кошелек все типы билетов, легко восстанавливаются деньги, на котором никогда не сгорают, то есть положив на данный носитель 100 рублей, эти деньги никогда не сгорят, и срока действия у них нет. И к концу 2013 года, о чём я говорил, можно будет пополнить баланс на этом билете через банковскую карту, в кассе, в автомате, через СМС и через интернет. Оплата через этот кошелёк будет без комиссии. И мы чётко понимаем, что 25 тысяч точек пополнения данного билета будет к концу 2013 года. И вот эти дополнительные функции, про которые я сказал, к концу 2013 года, ещё раз повторюсь, появится эта оплата проезда на пригородном железнодорожном транспорте, на поездах Аэроэкспресс, и через неё можно будет оплатить парковку на уличной дорожной сети города Москвы. При этом тариф на данном электронном носителе, разовый тариф проезд в метро, он, как и был, останется 28 рублей. Тариф на трамвай, автобусе, троллейбусе, так называемый ТАД, 26 рублей, он также останется и будет действовать в нашем, так сказать, на сегодняшний день принятом плане, как минимум в этом и следующем году. И 44 рубля будет стоимость этого билета 90 минут, про который мы говорили. Он начнёт работать с 1 июня. Это тот билет, что называется, одна поездка на метро и любое другое количество поездок на наземном городском транспорте в течение 90 минут. Мы считаем, что этим билетом смогут пользоваться те, и интересен он будет для тех, кто используется более двумя и более видами общественного транспорта при поездке из одной точки в другую. И цена этого билета на одну поездку составляет 50 рублей. Как я сказал, если вы его купили как вот 90 на обычном носителе, на электронном носителе он стоит несколько дешевле, он стоит 44 рубля.